КРОТКАЯ БУНТУЕТ Капитанша. Пришла старуха, капитанша, с медальоном, покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал 30 рублей. Приняла жалобно ныть, просить, чтобы сохранили вещь. Разумеется, сохраним. Но, одним словом, вдруг через пять дней приходит обменять на браслет, который не стоил и восьми рублей. Я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены. Но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон. Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твёрдо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щёлкая правым носком по коврику. Её жест. Дурная улыбка стояла на её губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и что, когда я приглашал её к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от неё. Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась. И что бы вы думали, вдруг затопала на меня ногами. Это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления. Такой выходки я никогда не ожидал, но не потерялся. Я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю её участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда. Таков был уговор ещё в невестах. К вечеру она воротилась. Я ни слова. На завтра тоже с утра ушла, на послезавтра опять. Я запер кассу и направился к тёткам. С ними я с самой свадьбы прервал. Ни их к себе, ни сами к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза. Так вам, говорят, и надо. Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тётку, девицу, за сто рублей подкупил и двадцать пять дал вперёд. Через два дня она приходит ко мне. Тут, говорит, офицер Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан. Я был очень изумлён. Этот Ефимович более всего зла мне нанёс в полку. А с месяц назад раз и другой, будучи бесстыден, зашёл в кассу и под видом закладов, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошёл и сказал ему, чтобы он не осмеливался ко мне приходить, вспоминая наши отношения. Но и мысли о чём-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тётка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая тёток, Юлия Самсоновна, вдова, да ещё полковница. К ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь. Всего мне стоило это дело рублей до трёхсот. Но вдвое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате за притворенными дверями и слышать первый рандеву наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же накануне произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена. Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьёт о коврик. Мне вдруг, смотря на неё, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц или лучше две последние перед семь недели она была совсем не в своём характере. Можно даже сказать, в обратном характере являла существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятение, напрашивающееся на смятение. Кротость, однако, не мешала. Когда этакая забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а всё видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет, и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этакие выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гажа, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать. – А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили? – вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза её засверкали. – Правда? Меня по приговору офицеров попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку. – Выгнали как труса? – Да, они присудили как труса, но я отказался от дуэли не как трус, а потому что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. – Знаете, – не удержался я тут, – что восстать действием против такой тирании и принять все последствия значило выказать гораздо более мужество, чем в какой хотите дуэли. Я не сдержался. Я этой фразой как бы пустился в оправдание себя, а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения. Она злобно рассмеялась. – А правда, что вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили, и по гривеннику просили, и под бильярдами ночевали? Я и на сенной в доме Вяземского ночёвывал. – Да, правда. В моей жизни было потом после полка много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума, и было вызвано лишь отчаянием моего положения, но это прошло. О, теперь вы лицо, финансист! То есть это намёк на кассу суд, но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унизительных для меня объяснений и не дал их. Кстати же, позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась предо мной и сказала. – Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы. Я не ответил, и она ушла. И так на завтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя. А в кармане моём был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж, вышло то, я к чести моей говорю это, вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь. Вот что вышло. Я слушал целый час, и целый час присутствовал при поединке женщины, благороднейшей и возвышенной, светской, развратной, тупой тварью, с присмыкающейся душой. И откуда, – думал я, – поражённый, – откуда? Это наивно, это кротко, это малословесно, знает всё это. Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в её словах и маленьких словечках! Какая острота в быстрых ответах! Какая правда в её осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия! Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство. Кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтобы дороже себя выставить. Но нет, правда засияла, как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание. Но как дошло до дела, то у ней тотчас открылись глаза. Просто метало существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесла беспорядка. И её ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прелестить Ефимович? Или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех, вся правда поднялась из её души, и негодование вызвало из сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая. Так что я даже стал бояться, чтобы не рискнул оскорбить её из низкого мщения. И опять повторяю, к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шёл за тем, чтобы это встретить. Я шёл, ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман. Вот правда. И мог разве я вообразить её другою? Из-за чего ж я любил? Из-за чего ж я ценил её? Из-за чего ж женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял её за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашёлся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался. О, против священных супружеских прав я не возражаю. Уводите, уводите. И знаете, – крикнул он мне вслед, – хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но из уважения к вашей даме я к вашим услугам, если вы, впрочем, сами рискнёте. Слышите? Остановил я её на секунду на пороге. Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вёл её за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна. Губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с торжественным и суровым вызовом и, кажется, серьёзно убеждена была в первые минуты, что я убью её из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. Заметьте, револьвер этот был ей уже знаком. Заведён он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит мозор. У меня посетителем отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно решить себя на всякий случай самозащиты, и я завёл заряженный револьвер. Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил даже ей устройство и систему. Кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте всё это. Не обращая внимания на её испуганный взгляд, я, полураздетый, лёг на постель. Я был очень обессилен. Было уже около одиннадцати часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, ещё около часа. Затем потушила свечу и легла, тоже одетая у стены на диване. В первый раз не легла со мной. Это тоже, заметьте. Страшное воспоминание Теперь это страшное воспоминание. Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным сознанием, и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала надвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим. Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал всё, хоть и настала мёртвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение, и я вдруг неудержимо открыл глаза против воли. Она смотрела прямо на меня, мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза опять и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня. В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем через мгновение без сознания кладёт опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня. Когда я, встретившись с её взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более, что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в такое мгновение опять глаза. Да, невероятно. Но она всё-таки могла угадать и правду. Это-то и блеснуло в уме моём вдруг всё в то же мгновение. Ох, какой вихрь мысли и ощущений пронёсся менее, чем в мгновение в уме моём и доздраствует электричество человеческой мысли. В таком случае почувствовалось мне, если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил её моей уготовностью принять смерть и у ней теперь может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться, а новое – чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами к низу, в бездну. Я думаю, много самоубийств и убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна. Тут покатость в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я всё видел, всё знаю и жду от неё смерти молча, могло удержать её на покатости. Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих холодное прикосновение железа. Вы спросите, твёрдо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед Богом. Не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу, на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идёт борьба, страшный поединок на жизни смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусы с товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю. Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это всё же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни. Но вы зададите опять вопрос, зачем же её не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос, каждый раз, когда с холодом в спине припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии. Я погибал. Я сам погибал. Так кого ж бы я мог спасти? И почём, вы знаете, хотел ли бы ещё я тогда кого спасти? Почём знать, что я тогда мог чувствовать? Сознание, однако ж, кипело, секунды шли, тишина была мёртвая, она всё стояла надо мной. И вдруг я вздрогнул от надежды. Я быстро открыл глаза. Её уже не было в комнате. Я встал с постели, я победил, и она была навеки побеждена. Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от неё стакан чая. Минут через пять я на неё взглянул. Она была страшно бледна, ещё бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг, и вдруг, видя, что я смотрю на неё, она бледно усмехнулась бледными губами с робким вопросом в глазах. Стало быть, всё ещё сомневается и спрашивает себя, знает он или не знает, видел он или не видел. Я равнодушно отвёл глаза. После чая запер кассу, пошёл на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить её. Это была кровать для неё, но я ей не сказал ни слова и без слов поняла через эту кровать, что я всё видел и всё знаю, и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер, как всегда, на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель. Брак был расторгнут, побеждена, но не прощена. Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель. Сон гордости. Лукерия сейчас объявила, что жить у меня не станет, и как похоронит барыню, сойдёт. Молился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но всё думаю, думаю, всё больные мысли, больная голова. Чего уж тут молиться? Один грех. Странно тоже, что мне спать не хочется. в большом, в слишком большом горе после первых сильнейших взрывов всегда спать хочется. Приговорённые к смертной казни чрезвычайно говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и надо. Это по природе, а то силы бы не вынесли. Я лёг на диван, но не заснул. Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь. Я лукерья и учёная сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел и мне даже хотелось на неё тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А, впрочем, когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для неё в это время. Да, это правда, мы совершенно молчали, то есть мы начали даже потом говорить, ну, всё обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с её стороны. Она слишком потрясена и слишком побеждена, думал я. И уж, конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть. Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать, об чём именно она теперь про себя думает. Ещё скажу. О, конечно, никто не ведает, сколько я вынес стена и над ней в её болезни. Но я стенал про себя и стоны давил в груди даже от лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтобы она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил отложить наше будущее как можно на долгое время, а оставить пока всё в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать. Я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольным. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывало. И это всю зиму. Видите, в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до сих пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно потери репутации и тот выход из полка. В двух словах была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами, в то же время смешит, почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе, меня всегда и везде не любили, меня и Лукерия любить не может. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий. В антракте в театре я вышел в буфет. Гусар А, вдруг войдя громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами о том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу и кажется пьяной. Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось. Но на завтра анекдот проник в наш полк и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один. И когда гусар А дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел К и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, им нечего ж ввязываться. Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка. А так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью, затем тотчас же подал в отставку. Вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял. После блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. И так стыд так стыд, позор так позор, падение так падение, чем хуже, тем лучше. Вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать и неожиданно в числе прочих оставила и мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу суд, не прося у людей прощения. Деньги, затем угол и новая жизнь вдали от прежних воспоминаний. Вот план. тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченные репутации моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился, случайно или нет, не знаю, но, вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела, кстати. Выдержав револьвер, я отмстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала она, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня. Вся надежда моего будущего в мечтах моих. Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было. И вот она все узнала. Она узнала, по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть под лицом, разве лишь странным человеком. Но и эта мысль теперь после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилось. Странность не порог, напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку. Того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и материала для мечтаний моих. Ну, в том-то и скверность, что я мечтатель. С меня хватило материала, а об ней я думал, что подождет. Так прошла вся зима в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали мацион, но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, она, а ей, думал я, необходимо дать время. Конечно, странно, что мне ни разу почти до конца зимы не пришло в голову, что я вот из-под тишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе. Я думал, что в ней это робость, к тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди, и она вдруг сама подойдет к тебе. Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно, иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой дух и ум до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по нескольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда. Хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении, идея этого неравенства нашего нравилась. Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада, и жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал, но женщина сама пришла благодарить и чуть не на коленях, таким образом огласилась. Мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием. Но надвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая страшная пелена. Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз, и я вдруг прозрел и все понял. Случай ли это был? День ли пришел такой срочный? Солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут. А тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая была жилка. Затряслась и ожила, и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места, да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером часов в пять после обеда. 这 Judas над он и очала ход их начало oon с не во друг т это в 切 уме от уме лет